Взрыв произошел на седьмом этаже в фойе подъезда. За несколько секунд до него Ирина Гоношенко провела на улицу 15-летнюю дочь. Был сначала хлопок, потом какой-то рассеивающий, как сказать, дрожь, а потом посыпались стекла. Я не поняла, что, но она тоже испугалась, она вернулась. Говорю, Даша, иди вниз, в лифт не садись пешком. Говорю, посмотрим. И в этот момент молодежь побежала сверху вниз. Очевидцы говорили, во взрыве могут быть виноваты подростки. Они часто собираются в фойе. Огромный взрыв. Потом все выбежали. И что вы увидели? Дети спускаются. Естественно, паника. Люди. Все кричат. Потом приехала милиция, скорая. Оказалось, что дети либо баловались, либо как-то так. Взорвалась граната возле лифта на седьмом этаже. Подростки выбежали на улицу. Оказалось, некоторые из них были ранены. Скорую вызвали соседи. Четверых ребят доставили в хирургическое отделение Бердянской детской больницы. 18-летнего парня отвезли в реанимацию. Поступил, конечно же, в тяжелом состоянии. Здесь проникающее ранение. Поступил он сразу в операционный и сразу же был прооперирован. Сейчас, на данный момент, состояние его, конечно же, еще остается тяжелым. Сегодня парня перевезли на лечение в Киев. Жизни остальных пострадавших ничто не угрожает. Откуда подростки взяли боевую гранату, родственники ребят точно не знают. Я как знаю, мне от одного человека принес мальчик. Где он ее взял? Я без понятия. Потому что и говорили ему, настаивали, что это учебная. Игрались они, чем они там занимались, я не знаю. То есть кто-то из знакомых принес гранату? Ну да, и он... Да, да, да. И этот же человек был в компании с ними вместе, когда этот произошел взрыв. Полицейские восстановили обстоятельства происшествия. У парней была граната, предположительно, F1. Значит, они ее рассматривали, передавали, разговаривали о ней. Ну и принято им было, как бы, посчитали, что она учебная. Вот. И один из хлопцев, значит, выдернул чеку и бросил гранату на пол. Значит, в ходе этого произошел взрыв. Открыто уголовное производство. Следователи вышли на одного из подозреваемых, у которого могли храниться боеприпасы. Провели, ну, значит, попрашивали, во-первых, провели по квартирный обход, опросили, кто был на лестничной площадке. Значит, и провели два обыска у одного из парней дома. Значит, изъяли мы 31 патрон от автомата Калашникова 7,62 и гранулированный порох. Значит, у нас есть сейчас предположение, по делу мы работаем. Будем устанавливать, откуда взялась эта граната у детей. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Продолжение следует...